Недавно в моем соборе одна женщина сказала, что есть одна бабушка, которая 94 года, и ей очень сложно и очень трудно, как многим пенсионерам и нуждающимся в нашей стране. Поэтому добро объединяет, быстренько организовалась и везет бабушке немножко на неделю перекусить. Ее зовут Лука. А ты сейчас не знаешь. Те маленькие, как тебя зовут? Я зовут Лука Андреевич. Андрей, да? Лука Андреевич, смотри. Спасибо большое, Одесский партий. Я очень рада. Добрые, хорошие люди. Я благодарна. Очень благодарна вам. Бабуле Тамаре Ильичне, 94 года, пережила две клинические смерти. Рассказывала о том, как она видела себя со стороны несколько раз. И говорит, не знаю почему, и доктор сказал, почему оставил меня жить. Вот 12 лет назад ставили аппарат и 5 минут она была вне себя, то есть умерла. И там ее быстренько приводили, приводили, все-таки привели в себя чувства. И я думаю, для чего осталось? Ну, я начал причаститься, поиспередоваться и узнать, кто такой Бог, вот хоть в последние свои годы жизни. Вот, и такая интересная вот история, смотришь, люди, конечно, в таком возрасте ясно мыслят, понимают, что хотят. И говорят, коронавирус уничтожил память. Говорят, до этого еще лучше я понимала и все помнила. Вот такая вот интересная история. Вот век живи, век учись. Добро, добро, конечно, оно не только объединяет, оно еще учит очень многому хору. Тамара Ильична, через три дня день рождения, я думаю, мы с хором миротворца зайдем сюда, поздравим по-человечески. А предварительно Тамара Ильична. И главное, здоровье.